Коллеги, здравствуйте! Рядом со мной Наталья Коротченко, компания Перекресток ВПРОК. Здравствуйте! Добрый день! Сессия закончилась, и вы тут же перед нами. Это приятно, спасибо большое, что пришли. Давайте немножечко о теме. Ну, мы сегодня обсуждали на самом деле эко-повестку, эко-зож, как покупатель к ней относится. Было очень много спонсорских презентаций, но там в целом, как ВПРОК, мы, наверное, тоже здесь на этой передовой, потому что мы очень активный эко-партнер на рынке, и для нас очень важен покупатель, который направлен на эко-зож. Насколько хорошо сейчас эко-товары продаются, если бум на них, и все хотят в это непростое время быть еще более здоровыми, либо наоборот, покупательская способность падает, и спрос тоже падает? Ну, смотрите, на самом деле эко-зож, эта категория меньше всего подверглась внешним политическим и экономическим ситуациям, которые сейчас происходят. И в целом, конечно, покупатель, он становится более и более образованной в этих категориях. Для нас этот покупатель очень важен, потому что он является для нас точкой входа к нам, в силу того, что мы предоставляем достаточно широкий ассортимент в этих категориях. И этот покупатель имеет очень высокую лояльность к брендам, поэтому, когда мы его к себе привлекаем, это очень выгодно для нас покупатель с точки зрения широты ассортимента в своей корзине, с точки зрения своего среднего чека и с точки зрения нашего НПС, естественно, на фоне всего этого. Получается, спрос есть, и вы готовы его удовлетворить? Да, абсолютно точно. И на самом деле в икоме гораздо сложнее, чем, например, в офлайне покупателя привезти в эту категорию, потому что, когда вы приходите в офлайн, у вас очень много импульсных покупок, и вы, например, там, не знаю, можете выделить категорию шильдиками, эко, зош, и покупатель сразу на это бросает, у него бросается его покупательский взгляд, и ему здесь проще контактировать с полкой. А когда у тебя ассортимент 70 тысяч с каюк, как в Овпрок, например, тебе нужно его сакцентировать в этих категориях. И здесь, на самом деле, мы выбрали для себя два пути, про которые я бы, наверное, сейчас хотела чуть-чуть рассказать. Первый шаг, который мы сделали, мы создали абсолютно удобную инфраструктуру у себя на сайте для нашего покупателя. Мы выделили в дереве каталога данную категорию, мы туда подобрали хорошую подборку и в фуде, и в нон-фуде, которая отвечает сертификации ЗОЖ и ЭКО. Дальше мы сделали большую бренд-зону, которую точно так же выделили отдельными категориями, чтобы покупателю было удобнее коммуницировать с нашим сайтом. И третий шаг, который мы сделали, это мы отлично отработали карточки покупательские, контентные, сделали отметки по сертификатам, и вообще здесь хочется отметить, что у нас никто не получит отметку ЭКО ЗОЖ, если у тебя нет сертификации, которая отвечает за командательство Российской Федерации. Поэтому мы максимально сделали 360 градусов контента для нашего покупателя. И вторым шагом, что мы для себя определили, сегодня как раз коллеги рассказывали в офлайне, что они в ЗОЖ и в ЭКО пошли с СТМом, мы выбрали немножко другой путь. Мы выбрали в каждой категории лидера бренд, который здесь является экспертом. Кстати, сегодня у нас на стенде нашем с нами тоже присутствует такой бренд, мы его сейчас не называем, но это бренд в косметике, который во всем мире очень известен своими натуральными составами, своей перерабатываемой упаковкой. И вместе с ним еще года два назад, мы когда открыли категорию косметики, мы решили, что будем приглашать к себе покупателей через этот бренд в категорию ЭКО. Мы пошли с ним на ТВ, после ТВ мы стали активно с ними проводить промо, развивать его ассортимент, и для нас это были результаты выше наших ожиданий. После этого как раз эксперимента мы стали развивать точно так же другие категории, в категории бытовая химия, в категории, например, шампуни, и в общем-то сейчас мы понимаем, что направление два года назад было выбрано верно, результаты мы получаем, покупатель лояльный приходит, получает полностью весь ассортимент, и мы его обеспечиваем покупками. Замечательно. И может быть от вас пару слов о компании, и может быть для своих покупателей. Ну, компания впрок входит в X5 Group, это достаточно хороший интернет-магазин, в который вы можете прийти, это не только про мясо, молоко, это на самом деле широкий ассортимент бакалея, широкий ассортимент бытовой химии, у нас достаточно широкий ассортимент сезонных товаров, команда категорийная очень много трудится над тем, чтобы мы ответили на все покупательские потребности, поэтому все welcome, приходите, каждый новый покупатель может получить скидку как на первую покупку. Здорово, спасибо большое. Спасибо вам.